Что-то по-моему тиховато. Ребят, напишите пожалуйста, как меня слышно. Всем огромный привет! Начинаем трансляцию с третьего, заключительного дня группового этапа The International 3. И первая игра на данном стриме Dignitas против Fnatic. Игра очень важная и для той, и для другой команды, потому что идет борьба за верхние места. Так, тут в лобби Fnatic уже готовы. Перед началом игры, коротенечко, быстренько пробежимся по составам команд, по их любимым героям. Что-то по-моему тихо меня слышно. Нормально слышно. Ну ладно, если нормально слышно, то отлично. Быстренько-быстренько пробежимся по командам. Итак, Dignitas Fnatic. Давайте для начала посмотрим турнирную таблицу, как она выглядит на данный момент. Итак, перед последним туром в каждой из групп, турнировая таблица выглядит следующим образом. Группа А. Na'Vi 10.2, DK 8.4, Fnatic 8.4. Ну, DK логично, потому что они одержали победу в личной встрече. Dignitas 7.5, LGD China 7.5, Maus 4.8, Zenith 4.8 и MUFC 0.12. Сразу оговорюсь, переигровки будут только в единственном случае, если команды будут бороться за 4-е, 5-е места. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е места не переигрывают. То есть, неважно, какое там количество очков, будут смотреть дополнительные показатели. Только 4-е, 5-е играют с переигровки, потому что решается, куда попадет команда. В верхнюю сетку или в нижнюю сетку. Как мы можем видеть, Na'Vi достаточно выиграть одну игру, чтобы обеспечить себе топ-1 и выбирать соперника из второй группы. Но даже если они эту игру не выигрывают, не факт, что Fnatic или DK смогут их догнать. В любом случае, если их DK догонят, то по личным встречам Na'Vi впереди. Если их догонят Fnatic по очкам, то Fnatic окажутся на первом месте. Но это будет Fnatic сделать очень непросто. Во-первых, для этого LGD должны обыграть Na'Vi. И LGD попытаются это сделать, потому что LGD самим нужны очки. Во-вторых, Fnatic нужно выигрывать у Dignitas. Вообще, можно разделить команды в данном туре именно на две такие группы. Это Na'Vi Dignitas и LGD Fnatic. Fnatic нужно побеждать и нужно, чтобы побеждали LGD. То же самое можно сказать о LGD. Им нужно побеждать и нужно, чтобы побеждали Fnatic. На самом деле, даже если Fnatic проиграют, LGD победят Na'Vi, LGD станут топ-4 и смогут выйти в сетку венеров. В группе B у нас ситуация чуть поинтереснее. Здесь есть явный аутсайдер, это Virtus.pro. Ну и, наверное, Rattlesnake все-таки. Так, почему у Rattlesnake такое кривое количество очков? Одну секунду. 3-9 у Rattlesnake. Да, действительно. Вот, вот так вот будет правильно. 3-9 у Rattlesnake. 2-10 у Virtus.pro. Эти команды, ну, разве что будут бороться за то, чтобы выйти с последнего места. И у Virtus.pro шансы есть. Это достаточно важно, потому что, выходя на третье, о, не третье, на седьмое место, они попадут на Maus, скорее всего, либо там на Zenit. Но в любом случае не на китайцев и не на Dignitas, не на Fnatic. Это команды, которые гораздо сильнее. Пока что Virtus.pro попадают на LGD China. Это, конечно, ужасный вариант для российской команды, потому что мало того, что они в лузерах, так они еще и попадают на очень жесткого соперника. Альянс уже обеспечили себе топ-1, и единственное, за что они борются, за то, чтобы закончить групповой этап без единого поражения. Orange покажет на втором месте, Liquid на третьем. Но вы посмотрите просто вот турнирную ситуацию. В теории, Tung Fu еще могут занять второе место. Вот настолько все жестко. Потому что Tung Fu... Так, хочу посмотреть, Orange с кем играют. Orange Alliance. Да, в теории действительно могут занять второе место, если обыграют, ну, если поддержат победы в своих матчах. И при этом благоприятно для них сложится все остальное в турнирной таблице. IG также борется за четверку. Liquid, Orange, Tung Fu и даже LGD International борются за попадание в топ-4. Вот такая ситуация в группе B. Так что сегодня у нас матчи в любом случае достаточно жаркие. Потому что идет борьба за очки. Последние туры. Буду мониторить результаты параллельных матчей. Потому что это очень важно. Как бы весь смысл данной игры может потеряться. Если там, например, как-то сыграют определенным образом Na'Vi, LGD или BDK Maus. Ну и давайте к составам команд уже. Игра скоро начнется со всем. Составы команд. Snake King, Solo Mid, команды Dignitas, IU, Carry, Way2Sexy, Support, Fogget, Support и Universe Offliner. Snake King, автор, как вчера сказал, ввел от самого проигранного мида. Если мягко выразиться. Что-то невероятное просто. Он там на Алхимике против Дэнди. Что-то вроде у него было 9 крипов, а у Дэнди 70. Очень плохо отыграл. Ну и Фнатики. Fly, Support, No Tail, Support, Aero, Carry, Honey, Solo Mid и Offliner, Trixie. Фнатики на этом турнире выглядят достаточно неплохо. Они проиграли ДК. Они сыграли 2 ничьих, насколько я помню. С, по-моему, с Зенитами из Слжидичайна. Ну, игры показывали хорошие. И, наверное, ставку я бы сделал на них. Ну, либо на 1-1, потому что Dignitas тоже такая команда сюрприз. Команда сюрприз. Да, ждем китайских комментаторов. Как в старые добрые времена. Ну, китайских комментаторов все время все ждут. Ну и давайте потихоньку перейдем к статистике команд. Дигнитос и их герои. До сих пор не было видно Темпларку от Снэйкинга. Я не знаю, почему. Настолько он круто на ней играет. И ни разу за турнир ему эту Темпларку не дали. Тини, Висп, Инча, Пак и Темпларка. Самые успешные герои. И любимые герои Дарксир, Гирокоптер, Медведь. Джакира и Рубик. 34 минуты среднее время игры. Не очень большое. Винрейт 53%. Ну и, в общем, такие средненькие показатели. Скажем так, выше среднего. Ну, практически у всех команд на Интернешнл такие показатели. Я имею в виду выше среднего. Либо очень крутые. У Альянс, по-моему, самый топовый. 70 винрейт. Так, ну и смотрим на вторую команду. Это Фнатик. Ну, как мы видим, у Фнатиков чуть получше с винрейтом. Чуть подольше среднее время игры. И очень-очень сильный лайфстилер, которого они забирают достаточно часто. Также Сирена. Сирену, я думаю, они заберут максимально быстро. Как только у них появится возможность. Вчера от этой Сирены они очень здорово отталкивались в матче с китайцами. И даже практически выиграли там вторую сложнейшую игру. Сегодня на этом стриме вы увидите игру, кроме Dignitas Fnatic, Tung Fu, Rattlesnake. Очень важная игра для Tung Fu. Для Rattlesnake уже это не так будет важно. Но вот для Tung Fu очки очень-очень нужны, чтобы подняться повыше. Сохранять они шансы еще и на топ-4, и на топ-2. И могут обеспечить себе очень комфортное место для игры в плей-офф. Через 2 минуты начнется матч. Китайских кастеров до сих пор нет. Статистика была взята со специфического сайта. Я точно не знаю, с какого. Но, в общем, там только какие-то официальные матчи. Непонятно, как они посчитаны на самом деле. Потому что очень маленький винстрик был у VP. Очень маленький винстрик у Na'Vi. У них, по-моему, гораздо больше был. Но, может быть, там считались только выигранные карты, а не выигранные именно сеты. Точнее, выигранные сеты, а не выигранные матчи. Конечно, само собой, винстрик по выигранным матчам сделать чуть проще. Потому что ты можешь где-то ошибиться, выиграть 2-1, и все равно у тебя будет победа. Ну что ж, китайских кастеров до сих пор нет. Игроки на месте. Все уже на месте, кроме комментаторов из Поднебесной. Но, к сожалению, их нет. Надеюсь, сегодня ничего не будет у нас затягиваться. Потому что, как вы знаете, сегодня ночью заканчивается групповой этап. Должен закончиться. И завтра с утра уже вся бригада комментаторов вылетает на место проведения. Откуда будет работать с 7-го числа по 11-е в плей-оффе? Огромное количество матчей еще будет сыграно в плей-офф. Вчера ж не воды не сохранились. Не знаю, вчера все должно было быть окей. Честно говоря, водами не занимаюсь. Откуда такая информация? Не знаю. Возможно, они еще не выложены. Возможно. Возможно, действительно не сохранились. Вчера проблемы были большие с твичом. Я просто не мог... Канал, можно сказать, пропал. На него нельзя было зайти. На него нельзя было пустить стрим. Где-то на 5 минут. Потом вроде все нормализовалось. Но тем не менее. Завтра игр не будет. Завтра, возможно, будет соло-турнир доигрываться. Которые не доиграли до гранд-финала. Которые не доиграли в первый день. Потому что в первый день у нас какие-то проблемы возникли на одном из компьютеров. И не смогли доиграть игроки свои матчи. Закончилось все у нас на противостоянии Феррари против Му, по-моему. Ну, а Муша уже как раз-таки вышел в финал. И ждал своего соперника. До сих пор нету китайских кастеров. Говорят, что они где-то в пути. Но ждем, ждем. Что уж там случилось, не знаю. Может быть проспали. Не исключено. Потому что очень-очень затяжные вчера и позавчера были игровые дни. С опозданием оба дня закончились. Не исключено, что просто-напросто кто-то там не смог проснуться вовремя. Не сейчас. На пути в свою какую-то студию. Можно быстренько пробежаться по вчерашним результатам и по позавчерашним результатам. Вчера был достаточно, ну, такой, что ли, скучный какой-то день относительно первого игрового дня. В первый игровой день просто бешеный ажиотаж был. Во второй день и сами игры какие-то получились чуть менее интересные. И, в общем-то, результатов таких прямо супер неожиданных не было. Возможно, из-за того, что все уже привыкли, что каждый может обыграть абсолютно каждого. Так вчера и было. Например, LGD International взяли и обыграли внезапно Тунг-Фу. В каком-то совершенно анархическом матче. Творилось полное безумие. Насколько я понимаю, там просто фидели откровенно Тунг-Фу. И просто отдали 2 очка не самой сильной команде, учитывая, насколько плохо играли LGD International последнюю игру, которую как раз-таки стримил я с Ликвидами. Ничего не клеилось у интернационального коллектива LGD. Ну, если говорить о тех, кто провел вчерашний день неплохо, пожалуй... Ну, точнее, не неплохо, а очень хорошо. Это Na'Vi и Альянс. Они провели вчерашний день без поражений. Na'Vi вошли в ритм. После поражения в стартовом матче от Fnatic'ов не проиграли ни одной игры. Альянсы не проиграли ни одной игры вообще. На всем турнире. И вчера была бешеная заруба против Тунг-Фу. По-моему, 70 с чем-то минут. Шреддер с 51 единицей армора, которого не могли убить вообще ничем. Все на него тратили, все спылы. 3 БКБ Охао. 1 на 4 секунды, 1 на 5 и 1 на 9. В общем, сумасшедшая дота. Да, кастеров до сих пор нету. Это печально. Ну что, ладно, ждем. Тогда давайте китайских кастеров. И когда они уже ворвутся в лобби игровое, я думаю, игра сразу же начнется. Вот так у нас не без задержек начинается последний игровой день. Кстати говоря, это самая большая задержка. Вот такая вот невынужденная за все время, насколько я понимаю. Ну, те моменты, когда игроки садятся и настраиваются, наверное, считать не стоит. Да, и судя по всему, у нас без китайских кастеров начнется игра. Потому что все, уже ждать их некогда. Но тогда не будем прерываться. Тогда прямо сейчас начнем игру. Итак, предпоследняя серия матчей. Последняя серия матча в группе А. Дигнетас против Фнатик. В целом, приятное впечатление остается от Фнатик. Сегодня вот думали, как же спрогнозировать этот матч можно. Соответственно, о том, что 1-1, скорее всего, будет. Потому что и Фнатик, скажем так, не безошибочно. И Дигнетас команда, которая может собраться на одну игру и вытащить. Вытащить матч, отнять очки. А может быть, даже и на две, как они сделали против китайцев. Ну что, поехали. У Дигнетас мы видим первый пик. И у них же темная сторона. Фнатики предпочли играть за свет. Дивауэр отправляется сразу же в бан. Этот герой, наверное, чуть ли не рекордсмен по банам на данный момент. Достаточно неожиданно. Вот так вот Габлак, толком не попав на Интернешнл, проиграв в вайлдкарт матча, внес свою все-таки лепту какую-то. Потому что это именно тот герой, которого он начал, ну скажем так, ввел в моду на этого героя. И теперь абсолютно в каждой игре, Дивауэр, либо в пике, либо в бане, очень-очень часто, висп от Фнатиков, не хотят они играть против шара, против мерзкого синего шара. Да, у меня, судя по всему, действительно ошибка, сейчас ее быстренько поправлю. Ну и, естественно, в сет начинается в 18-0-0, в 20-0-0, второй матч. Немного с титрами, я запутался. Ну и это все-таки сирена. Та самая сирена, которую Фнатики обязательно бы забрали на ферст пик. В этом сомнений практически нет. Здорово они играют с этим героем. Герой невероятно разносторонний. Играет на абсолютно всех позициях, кроме, наверное, соло-харда. И позволяет команде допускать ошибки, ну скажем так, дает шанс их исправлять. За счет одного лишь своего ультимейта. Не так много таких героев, которые позволяют вот так вот ошибаться и при этом уходить там безнаказанными из драка. Так, и Бэтрайдер от Team Dignitas. Лайфстилера отправили в бан Фнатики. Чем ответят они на Бэтрайдера? Это ДК и это Вивер. Вивер, опять же, это как и Деваурер. Герой, который на этом интернешнале неожиданно залетел в пик. Не просто залетел в пик, а в пик на первой стадии. Нави, Фнатик. Да абсолютно каждая команда, китайская, не китайская, очень часто забирает этого Вивера. Либо во второй стадии, в основном даже в первой. Ну и банит его достаточно редко, пока что. Не считают, что стоит этого героя отправлять в бан. Возможно и правильно. Главное против него хорошо пикнуть. И у Дигнитас уже есть два неплохих стана, которые способны с Вивером разбираться. Хороший пик, Алхимик Бэтрайдер. Ну, Фнатики у меня такое ощущение, что опять сейчас будут давить грамотный бан в венге от Дигнитас. Возможно, еще Бан Чена порешает Диваура. Шреддер банит. Шреддер еще один герой, которого, опять же, на этом инте пикают абсолютно все. Хотя до него Шреддер появлялся не так часто. Ну, в последние дни как-то начал он появляться потихонечку. И это все-таки Визаж. Фнатики Визажа любят. Но я думаю, что сейчас будет Чен. Чен, Вивер, ДК и дальше будут уже давить достаточно агрессивно Фнатик, как они делали во многих играх. Сирену им уже не отдали. Ну, и, собственно говоря, что и требовалось доказать. Чен сразу же забирают с Фнатиками. Ну, Дигнитас были готовы к тому, что заберут Чена Фнатики. Я абсолютно уверен, что они понимали, что Фнатики после пика ДК заберут себе Чена. Они так делали по ходу турнира. Ну, не раз. Даже только у меня на стриме как минимум две игры таких было. Уверен, что в остальных играх тоже предпочитали они их ДК дополнять Чена. Рубик от Team Dignitas. Фнатики, turn to pick. Соло, мид ДК, Чен, Вивер. Вивер, возможно, соло и, скорее всего, Вивер от Трикси. Только что, вот буквально перед эфиром, в студии, шел ребродкаст матча, по-моему, с ДК, Фнатик ДК, где как раз-таки Трикси играл на Вивере. В качестве кэри. Но это может быть Гира. А вообще неплохо бы заехала Луна с ее аурой атаки. Сильный кэри, который может еще сильнее позволить запушить. Или это все-таки будет один из саппортов, какой-нибудь Никс. Он не так хорош в пуши, не так хорош в давлении, но если смотреть вот напрямую на способности этого героя, на самом деле он очень хорош, потому что он позволяет гангать, инициировать и зарабатывать еще большее преимущество. Да, Пугна уже вчера была. Вообще, пулы героев огромные. Отлично, Никса забирают Фнатики. Пока что у нас как-то с Фнатиками совпадает. Дигнитас даже не знаю, вот что будут добирать. Ну, вот Энчантрас это ход логичный против Чена. Рубик, Алхимик. Что они доберут на ласт пик? Возможно, это какой-то хардлайн. Вообще, им нужен какой-то хороший нюкер. Вплоть до Разора. Который, кстати, очень неплохо справляется с отпушем. Ну, а Фнатикам нужен кэрри. Кэрри-герой. Наверное, это будет либо Гира, либо Луна. Честно говоря, Луна от Снатиков не видел. Пытаюсь вспомнить, кем же они играли. Гирокоптер был. Бан Нейчер Профита. Ну, что такое нужно суровое? Может быть, даже Спектра. Которая, кстати, отлично видит. Имея настолько сильный пик в начале, ты можешь свободно дать Спектре 20 минут фарма. И после 20 минут со Спектрой справиться уже будет достаточно тяжело. Кстати говоря, Мишка. Вот, тоже может быть. Медведь на легкой линии. Не самый частый вариант. Ну, либо Медведь на харде, а Вивера поставят в легкую линию. Итак, Шадоу Финн был забанен Дигнитосами. Ну, мог и Шадоу Финн зайти. Вообще, сюда практически, вот в то, что есть сейчас у Фнатик, ну, очень много какого кэри можно пикнуть. Но это все-таки Гирокоптер. Да, не играют они с Луной на этом турнире, поэтому предпочли стандартного своего Гирокоптера. Гирокоптер Чен Никс, Вивер ДК. Очень хороший пик. Сильный практически на всех стадиях игры. И на всех стадиях игры он не уступает пику Дигнитос практически ни в чем на данный момент. А в начале даже, может быть, превосходит. Что касается Дигнитос, им нужен Хардлайн. Но им сейчас нужен какой-то с нюком герой. Иначе у них вообще, ну, одной тучи не хватит. Туча, Фейтболт и Бэтрайдер. Ну, вот так вот. Луна не совсем, это герой с нюком. Но вообще может хватить и тучи с Фейтболтом. Плюс, учитывая, что есть Энчантрас, можно отбиваться. А Нид как раз забирают Луну. Снейкинг будет соло-мит алхимик. Тот самый алхимик, на котором он вчера проиграл Дэнди Мид. И вот почему, видимо, был бан СФ, чтобы не повторилась ситуация. Семь крипов на семьдесят крипов. В эту сексе фогет. Ну, я думаю, что на легкой линии начнет фармить Луна. Все-таки Луна и Герокоптер, у них есть один общий такой фактор. Это оба героя, которые, как правило, не выходят никуда драться до появления БКБ. USA написал Fnatic NoTel. Да, Dignita с командой США. Ну что, у Энчантрас достаточно скудный закуп. Но есть смоук, это значит, что попробуют в эту сексе, скорее всего, выйти в какой-то ганг. Благо, есть Рубик. Бэтрайдер вряд ли им будет помогать. У Бэтрайдера, что интересно, сапог на первом левеле. Это действительно необычный выбор. Флай играет на Никсе. NoTel будет играть на Чене. Трикси на Вивере. На Трикси уйдет в Хардлайн, само собой. И Соло Мид ДК от Хани. Пик Фнатиков мне нравится гораздо больше. Прямо вот все у них четко. Отличный пик. Дигнитас, Соло Мид Алхимик. Вообще совсем как-то неэффективно пока что смотрится, если брать вот все турнирные матчи, которые я видел. Соло Мид Алхимик. Особенно Соло Мид Алхимик от Снэйкинга. Видят Юниверса. Ну и Юниверсу здесь уже ничего не получить. Руна появляется наверху. Посмотрите, у Дигнитас 521 болельщик. Сурово. Сурово. Ну, у Фнатиков такое среднее число. Кроме Нави и Альянс, там все команды имеют по троечке. Альянс имеет там бешеное просто количество фанатов, которые смотрят за их играми через ДТВ с пенантом. Ну и Нави. Нави тоже имеют очень много. Я подозреваю даже больше, чем Альянс, учитывая, что их пенант есть еще со второго Инта у многих. Итак, Эра начинает у нас фармить абсолютно на полном фрифарме. Флай будет заниматься отведами. Чен. Стандартный такой криппинг за светлую сторону. Сейчас, наверное, попробует застакать еще крипов. Да, будет стакать крипов. 52 секунде. И здесь. Два даблстека делает. О, ай-яй-яй, здесь не получилось. Не получилось отвезти и выходит куда-то No Tail. Да, No Tail очень много и часто перемещается по карте. Не всегда, правда, это нужно, на мой взгляд. Зачем он идет сюда? Сюда он идет просто поставить вард. Теряет некоторое время, из-за этого будет у него чуть похуже тайминг. Но, в принципе, как-то вот не сильно парится, Фнатики, о тайминге значения. И мы видим, что Бэтрайдер получает второй левел. Это очень здорово для Бэтрайдера. Сейчас главное ему здесь сделать даблстак. Почему-то не сделал даблстак кентавров. Ну и Энчандрас тоже крепит лес. Да, тяжело тут делить лес. А вообще не так много времени потерял, учитывая, что... Сейчас еще даблстаки будет делать. Учитывая, что здесь даблстак сделать не получилось, все равно он сейчас этот стэк зафармил. Алхимик взрывается на миде. Нормально. Итак, трипл спаун уже есть. Здесь еще дабл спаун. Такой достаточно, получается, продуктивный кач леса. Что касается Бэтрайдера, он чуть-чуть уступает. Хотя вот тоже сделал один дабл спаун. Сейчас возьмет себе третий левел, наверное. Да, летит на маленький спаун. Ну, Бэтрайдерам приятно фармить лес, что и говорить. Все, поумирали все кентавры. Остались вот эти хилищи и тролли. Их, к сожалению, убить не получилось. Но целых три... Целых три стака осталось. Почему-то не накидывает стаки Юниверс. В результате сейчас этот тролль его вообще может убить. Ну нет, не убьет. Слишком маленький урон. Докрепил точку Юниверс. Третий с половиной левел. Тем временем Нутейл... Нутейл очень маленького уровня, но у него огромнейший просто резерв экспы. Вы посмотрите на это. Вот. И... Ой-ой-ой, промазал Нутейл. Это мисклик. Я практически уверен, что это мисклик. Он забирает кентавра. А хотел забрать совуха, чтобы закрепить эти спауны. Ну вот... Кентавр. А возможно и не мисклик. Да, обращал вчера Лосс внимание на то, что делают фнатики. Они всегда убивают... Когда убивают Тауэр, они обходят в смоках. В расчете на то, что если какой-то герой останется здесь дефить, как-то пытаться получать экспу, то они обязательно его убьют. Ну и каждый раз, как правило, они не достигают успеха. Видим мы, что фнатики... Да, заберут сейчас вышку. Ну и тогда, значит, кентавр не был ошибкой. Действительно, кентавр отлично подходит для гангов. Счет до сих пор 0-0. Четвертая минута игра. Хани на миде 16 крипов. Алхимик 16. 25 у Герокоптера. 27 у Луны. 13 у Бэтрайдера. 8 у Чена. И 7 у Никса. 6 у Инчи. Инчата достаточно мало крипов убила. Разбивает руну, не давая забрать ее Алхимику. И что, пойдут пушить вторую вышку? Ой, хорошо, хорошо. Все делает Ноутейл. Посмотрите, специально подставляется под Тауэр. Потому что 1 выстрел буквально по катапульте. И к катапульту упадет. Очень грамотный мув от Ноутейла. Однако, выходит Алхимик. Ну какой глупый Снэйкинг. Ну что он делает? Это ФБ сейчас будет на Снэйкинге. О, боже, какая ошибка. Чен умирает от вышки. И Алхимику достается золото. Самое забавное. Хотя Алхимик, по-моему, не сделал вообще по Чену ни одного удара. Да, здесь Ноутейл уже, пожалуй, погорячился. Первый раз хорошо он протанковал под вышкой, чтобы катапульта осталась жива. Но Снэйкинг просто невероятно жестко ошибся. С другой стороны, нужно отметить игру Флая, который не вкачал ни на единичку Моноберн, а вкачал аж на двойку Карапас. В принципе, на двойку или на единицу Карапас это не так важно. Главное, что он отразил... Но это... Да, Снэйкинг опять начинает... Начинает заупокой на этом Алхимике. Просто соло-мид Алхимик умирает на ровном месте. Не соло-мид Алхимик, даже просто соло-мид Герой. Какая разница какой. Что у нас у Трикси на Вивере? Я, к сожалению, вообще как-то это упустил. Куча ТП! Никс! Отличный стан! Поднимает воздух! Стан Кентавра! Мимо! Стан ДК! В луну! Ульта от Герокоптера! Минус АЮ! Вивер забирает луну. Ну что, и после смерти второй позиции соло-мида умирает. И первая позиция кэрри. Отличная игра от Фнатик. Совсем не посмотрел за тем, что делает Трикси. Потому что вчера он был очень хорош на хардлайне. Ну, видимо, и правильно я не смотрел. Потому что у него всего лишь на все второй левел. У него очень мало золота. И сегодня его игра не настолько хороша. Но не дают ему развернуться никак на этой линии. Однако 2-1. 2-1, при том, что Нича у нас где-то умерла вообще от вышки. И кроме голды Алхимик за нее ничего не получил. Опыта там некому было просто подсобрать. Битрайдер был достаточно далеко. Никс в результате этого всего берет уже пятый левел. А Чен тем временем... Чен сейчас заберет Савуха. Забирает Савуха. И начинает крипить эту точку. Ну и вот сейчас Чен, который ни шатка, ни валка начал. Который отвлекался на пуш-вышки, на какую-то расстановку вардов, быстро заберет себе шестой левел. Смотрим, он уже четвертый. Ну здесь он должен быть пятый. И вот этот стак, который сейчас делает еще... Да. Трипл стак получается у нас снизу. Вдукулдаун идет на Торнадо Савуха. Ну что, Чен-то уже почти пятый. Да, шестой, наверное, он не возьмет. Хотя посмотрим. Хотя посмотрим. Там достаточно много крипов. Луна, есть шестой левел, Эклипс, Мэджик Вант в Куре и ПТшечка. Гирокоптер пока что... Гирокоптер, гирокоптер. Футрайдеры очень сильно пробивают крипы, но все нормально. Гирокоптер, наверное, фаст БКБ уже начинает собирать. Алхимик заходит в инвизе, просто отдают тер-один вышку. Гораздо позже. Ну, решили здесь не дефить. Да, наверное, и правильно, потому что Алхимик забегал в инвизе. Это могло быть очень-очень опасно. Нет, Эра все-таки собирает брасерок. Возможно, это будут барабаны. Тем временем, на миде, на миде Чен и ДК, пользуясь стаан. Денает вышку с Нейкинг. Здесь он сыграл здорово. Вынудил ДК отступать. У ДК, тем временем, ПТшком, Мэджик Вант и Брасил. Но ПТшку он должен докупать. Да, вот он докупает пауэртретс. Чен уже с двумя крипами. И Чен идет сейчас забирать вот этот вот мультиспаун. Получать еще немного экспы. Наверное, шестого-то левела он не будет здесь. Но очень много помогает Чен. То есть, он помог на миде вышечку подпушить, на нижней линии. Полезный такой нотейл. Да, учитывая, что поделились, они экспой с Флайом. В итоге оба не шестые. Но здесь срочно нужно и тому, и другому зафармить пару спаунов. Флайо прямо вместе с Ченом. Нужно помогать ему крепить лес как можно быстрее. И забирать спауны. Может быть, попробовать сделать даже два каких-то мультиспауна. Нет, два мультиспауна сделать не получится. Нужно сделать хотя бы один. И, кстати, вот если заберут этот мультиспаун, будут, наверное, шестые левела. Потому что уже, посмотрите, больше половины. 9.00. Бэтрайдер забирает даггер. Хороший тайминг от Юниверса. Нету никаких у нас там 12-минутных даггеров. Все делается достаточно быстро. Сатира забирает себе кентавра Чен. Нет, не кентавра, а Сатира. Ну и почти шестой. Буквально одного крипа остается добить. Флайо чуть побольше. До 10-й минуты Нотейл забирает шестой левел. И Флай тоже должен забирать достаточно быстро. Да, чуть-чуть не хватает Флайо. Гирокоптер тем временем принес себе барабаны. Точнее, даже не принес, а купил пока что. Вивер очень осторожен. 1-0, всего 6 крипов. 5-й левел, но не фидит. И Луна также собирает БКБшку. Бэтрайдер вылетает. Отличный даггер. Стан за стеком. Вместе ульты. Гирокоптер просто-напросто телепортирует домой. Успеет ли улететь? Успевает улететь. Очень-очень долгое ТП. Всего лишь 2-го левела. Целых 5 секунд. Но спасают Гирокоптера. Здорово сыграл сейчас Чен. Да, все правильно. Стакали вот эти вот дизейблы. Вивер умирает от Рубика. Это тот случай, когда нужно было максимально быстро все откинуть в Гирокоптеры. Потому что смысла стакать станы абсолютно никакого не было. Если бы даже после Лассо сразу откинул Снейкинг банку. И находился бы Гирокоптер в стане. Все равно бы Чен его ТПшнул на базу. Поэтому нужно было максимально быстро. Возможно, Снейкинг поспешил и слишком маленький урон нанес вот этой баночкой. Это единственное, что, наверное, было сделано неправильно. И, возможно, этого урона не хватило. Тем не менее, 2-2. Да, учитывая, что потратился на барабаны Гирокоптера, он сейчас чуть посильнее. Но БКБ у него будет значительно позже. Потому что у Луны уже Огр Клаб. А Бэтрайдер только... О, Бэтрайдер. Гирокоптер только начинает собирать свою БКБшку. Но, с другой стороны, наличие барабанов говорит нам о том, что могут прямо сейчас куда-то пойти, попушить, собраться вместе. Шестой левел Чена. Скоро Мека, кстати говоря. Смоук разбивают. Хани. Есть дракон. Есть девятый левел аж. Ну и Трикси... Трикси не будет участвовать в драке очень долго. Потому что у Трикси все очень плохо с фармом. Итак, поставлен Сентряк. Ну вот сейчас Фнатики заходят очень хорошо в спину. Прямо... Прямо очень здорово. Ой-ой-ой. Никс обходит. Здесь поставлено 2 Сентряка. Обсервер Никса. Сейчас будет видно. Нужно было заходить прямо в спину. Никс заходит. У Никса украл Вендетту, Фогет. Цепляют Никса. Никса нужно убивать. Никса убивают очень быстро. Гирокоптер ультует по четверым. Ну очень битый Чен. Да, у Чена нет ульта. Скорее всего минус Чен. Задумка была на пятерочку. Но спасли Дигнетас вот эти вот варды, поставленные вовремя. И очень-очень быстрая реакция. Фнатики не ожидали, что их тут будет видно. Никс вообще потерялся. Не успел даже Карапас нажать. Чен тоже зашел с очень неудобной позиции. В итоге теряют двух героев, теряют вышку. И сильно откатываются назад. Фнатики. Сильно, очень сильно. Вивер сбирает Пауэр Трэдс. Рубик Арканы. И посмотрите, у АЮ уже практически готово БКВ. Остается буквально дофармить ему. Ну для 12-й минуты Огры, Клапы и Мифрилхаммер. Мифрилхаммер. Это очень круто. Остается буквально тысячу монет дофармить. Это 3 минуты. На 18-й минуте у него должно быть БКБ. Алхимик совершенно без итемов. 45 крипов. Монетка только на первый левел вкачана. Да, конечно, итемов у него нету. Возможно, Мекку стоит собирать алхимику, как делают все азиатские алхимики. Потому что совершенно нету армора и живучести. Ну вот он собирает медальку. Предпочитает именно медаль. Чену очень неприятно сбили тайминг Мекки. У него там было 300 монет. Сейчас опять 0. И фармит он уже достаточно медленно. Потому что все время выходит в какие-то подпуши. Не так удачно нападают фнатики, имея такой хороший пик. Но опять же, наличие алхимика. Отличные выходы. Ой-ой-ой, Фогет в инвизе. И Фогет это не видят. Нету никаких сентриков. Вот вам и пожалуйста. Фогет сам при этом осторожен. Очень осторожен. Потому что он не знает, есть ли там сентри или нет. Да. Дигнитас аккуратный. Бэтрайдер. Кого будет врываться? Врывается в ДК с ДД. ДК с ДД нужно убивать. Пошел Эклипс. Ульт от Гирокоптера. ДК в лово и ХП. Просто весь прокаст выдали. В никуда станут Гентавра в четверых. Ульт Гирокоптера ворует Фогет. Фогет в одиночку практически убивает четверых. Вот это Рубик. И Трикси тоже должны цеплять. Трикси пытается убежать. Но прямо на сентряк выбегает. Это Тимвайп от команды Фнатик. Что сейчас сделал этот Рубик? Кулдаун богов. Вейту Секси и Фогет. МВП этой драки. Когда еще увидишь, что Гентавр застанет четверых? Обычный крип пятого левела. Бесполезный совершенно. Там максимум подстанивающий на пару секунд. И как правило на драку это сильно не влияет. Но здесь два стана. То есть четыре секунды стана за счет этих Гентавров. Туда же Рубик запускает кулдаун, сворованный у Гирокоптера. И Фнатики просто разлетаются. Хотя уже в принципе, если бы не вот этот Гентавр и не кулдаун Рубика. Уже ничего не было. Эклипс был потрачен на крипов. Банка Алхимика урона ДК особо не нанесла из-за огромного армора. Особы трайдера не было. Ну что, вот вам Дигнитас. Дигнитас невероятно опасный. Никогда не знаешь, они в хлам сольются или сыграют вот так, как сейчас сыграли. Хотя на самом деле, скажем так, мнения о них тоже разнятся. Вилат им прочил 0.14. Инмейт говорил, что они покажут. Но пока что инмейт ближе к истине. Они покажут на четвертом месте и идут к успеху. Самое время включить Нетворс. Действительно. И мы видим, что у Луны огромнейший Нетворс. Больше, чем у Алхимика. Больше, чем у Гира. И он действительно очень серьезный. Учитывая наличие Фоген. Цепляет ДК. Увозит. Будто там Фурстаф уже есть у Фогена. БКБ. Хани пытается что-то сделать. Хани ничего не получается. Ценой одного БКБ забирают. Забирают Драгон Найт и летят дальше за Ченом. Сетки уже нет. Луна бежит дальше. Два стака. Ну и что? Отпустят. Отпускают. Хотя на самом деле можно было бежать. Потому что Никсит и Трикси наверху. Пытаются убить Инчу. Ну, Никсу под вышку-то лезть совсем не вариант. Вот он выходит под вышку. Инчао успевает включить хил. И все. И ничего не получается. Никс. Не успевает дать карапас. Никс. Карапасит. Но никуда не уходит. Это импетус снайперский. И снайкинг добивает ударом с его меча. В итоге 2.11. Дигнитас. Ну, в эту сексе лайка босс. Все успевает абсолютно. Станы вот эти кентавров. Сейчас успел включить хил. В последний момент. Хотя, я думаю, что даже без хила его пробить было бы не так просто. Какой-то очень маленький урон. Да, у Энчандраста уже поинт-бустер. Это не так уж и мало. И Дигнитас уверенно ведут пока что. Вот после вот этой вот драки. 5 в 0. Отличные итемы у Бутрайдера. Посмотрите на Юниверса. 4.04. Бутрайдер Юниверса на этом турнире рекордсмен. Даггер. В первый игровой день Даггер на... Нет, это у Дигнитаса был Даггер. Но все равно в этой игре Даггер на 9. У Дигнитаса был на 7.50, по-моему, Даггер. 7.500 по XP. 7.500 по золоту. На 20-й минуте это много. 0.17 АЮ. Самое время открыть фэнтези-поинт и увидеть, что Бутрайдер топ-1. Рубик Энча топ-2. Уверен. Хотя, на самом деле, конечно... Нет, Бутрайдер тоже молодец. Все делает достаточно правильно. Наверное, ошибка была тогда хватать в лассо декам слишком жирный. Но, в принципе, вот эти итемы, которые он сейчас имеет, и левел, и счет, более чем достаточные. В эту сексе пора уже начинать качать untouchable. Пока что слишком мало. На первом левеле всего лишь 20 скорости атаки снижает. Поэтому танкуют крипы энчантерос. Медалька-алхимика здорово работает. Бутрайдер, видя пуш, сразу же идет его пресекать. Тут же парочка ТП на Тир-2 вышку. Мека прилетает к энчантеросу очень нужной, потому что... Потому что у Чена до сих пор меки нет, у него есть только культа. То есть, получается, у инчи даже хил лучше. У Чена на 200. На первом левеле у энчантерос с мекой 250. Потихонечку, потихонечку АЮ подфармливает себе второй итем. Пока что луна слабая. Луна достаточно слабая, и герой пока не нафармит себе там... Ну, как минимум БКБ. Ну, сами понимаете, что БКБ это не самый крутой итем в плане там... Урона какого-то ДПСа. Ну, вот дальше уже пойдет, наверное, манта. Это уже повеселее. Три иксе. Шадоу Блейд скорого алхимиков. Буквально 50 монет осталось. Выходит в пуш. Фнадики успели очень здорово перестроиться на мид. Учитывая наличие Аегиса, ну, вообще не вариант сейчас драться. Луну никак не убить. То есть, она не такая уж и слабенькая с БКБ и ПТшкой на силу. Очень много урона надо вливать. А даже если убьешь, все равно у нее есть Аегис. Фогет стревает. Ну, у него есть ТП, он просто, да, он просто включает ТП и уходит. Есть урна у Фогета. Очень здорово уходит Фогет. Получает здесь экспы немного. Что у Хани? Хани фармит себе БКБшку. На мой взгляд, это может быть ошибкой, потому что Никс все-таки, пока у него нету даггера, так себе инициатор. И, возможно, Шадоу Блейд порешал бы гораздо лучше. Ну, как бы против Луны, против большого магического прокаста, может быть, даже БКБ нужнее. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет на практике. Яша готова. Сильная Луна-то уже сильная. А у Гира, несмотря на то, что у него нетворс такой же, все гораздо хуже, потому что у Гира просто нету БКБ. Вот эти бесполезные барабаны. Если ты собираешь барабаны, ты должен прямо идти и давить, реализовывать их. Зачем тебе барабаны, если ты с ними тупо стоишь и фармишь? Ну, и дерешься 5 на 5, но вот уже в такой ситуации, когда там от обороны, скажем так, уже ты ничего не давишь никого. Не дают они тебе вообще никакого преимущества. Там крошечные прибавки. Если реально оно как-то вот додавить, как раз таки проявить агрессию, помогает вот этот вот небольшой бонус по муспиду, по атак спиду, то вообще никак не помогает абсолютно, когда на тебя нападают, идет драка 5 на 5. С кучей магического урона. Минус вышка снизу. Юниверс уже закупил себе гем. Луна отправляется наверх. Шадоу Блейд у Алхимика. Вот здесь с инициаторами как раз все в порядке. Шадоу Блейд на Алхимике и Даггер Форстаф Бэтрайдер. Хани практически закончил фарм своего БКБ. Учитывая Красного Дракона, здесь он со стаком разберется достаточно быстро. Да, есть БКБ у Хани. Фогид, урна Арканы. 3.05 у Фогида. Отличная статистика. 2.04 у Инчи. 4.04 у Бэтрайдера. 0.1. Вот фейл Снейкинга и фейл Аю. Даже не фейл, а Аю, по-моему, как раз в драке умирал. Честно говоря, даже не помню, где умирал Аю. Не помню. Совсем не помню, где умирал Аю. Ну, совершенно точно помню, где умирал Снейкинг. 11.2, 23-й минуты игры. Преимущество потихонечку тает у Дигнитас. Поэтому, возможно, им стоит задуматься о том, чтобы как-то реализовывать уже свое преимущество. Даже не в золоте, а в Аегес. И Бэтрайдер тут же хватает Хани. Хани не успевает прожать БКБ. Жми БКБ. Нет, это Кентавр и Чена, все правильно. Отправляют его домой. Ну, сейчас может просто застрять. Чен пытается отстанеться. Чен, отличный стан. Валхимика. Сентри. Очень поздно все делают. Просто очень медленно все делают Дигнитас. На упреждение Сентриа. И тогда бы цепляли Никса. В любом случае, теперь нет ульта Чена. Без ульта Чена драться очень тяжело. А здесь Меха все еще готова. И, в принципе, кроме ульта Бэтрайдера, который через 30 секунд откатит, ничего особо не потратили. Драгон Найт. Да, забирают логичную вышку. Тем временем Герокоптер и Вивер фармят. Ну, Вивер, конечно, использует это время просто идеально. У него теперь есть Худ. У него... Так. Ну, вы понимаете, да? Для тех, кто не понял, что произошло. Алхимик. Начал заряжать банку. Ушел в Шадоу Блейд. Побежал. И в момент, когда он должен был просто-напросто уходить, он включил ульту. О, Трикси. Все-таки встревает. Да, смерть здесь была просто неизбежна. Еще и Шикучи воруют у Трикси Фогет. Нет, это не Шикучи, это жучки. Хотелось бы, конечно, Фоге Душикучи. Просто в момент, когда он в инвизе должен подбегать к Виверу, станет его банкой, он включает ульт и выходит из инвиза. Да, с Снэкингом что-то явно не так. Он либо нервничает, либо не с той ноги встал. Фнатики сами выходят в какой-то подпуш без Вивера, совершенно непонятный. Что у Герокоптера с БКБ? БКБ есть на Герокоптере. Вот только-только купил. Мека на Чене появляется. Ну и Аегис уже не смогли толком реализовать. В принципе, вот именно... Вот эта атака на миде, она даже была продиктована не тем, что Аегис есть у Дигнета, а тем, что просто Бетрайдер увидел ДК и в отличное время выбрал для нападения. Аегис как-то остался без реализации. Тем не менее, то, что забрали Рошан, получили голду и экспу, это в плюс. Юниверс забирает хосту и сейчас на хосте, да, вот сейчас он полетит именно в ту точку. На хосте он может уехать очень-очень далеко с героем, которого он схватит. И не успевают, естественно, среагировать. Нужно поднимать ДК, поднимают ДК, фогит Красный Дракон. ДК включает БКБ, но у него уже очень мало ХП, его просто разрывают с руки. Все очень здорово сделал Юниверс, хоста идеально реализованы. Чен практически имел там полсекунды на то, чтобы среагировать и отправить ДК на базу. Не успел, Бетрайдер просто уехал. Ульт от Гирокоптера. Ну не так много урона от этого ульта, уже. Алхимик. Какой стан. Стан, конечно, не поможет выиграть Драку, но зато очень здорово мешает. Стан в Алхимику, Алхимику. Очень больно, но Алхимик. На ровном месте, фогит. Да, это не ДК, это Рубик, не путайте. Да, Снейкинг. Ну вот он просто очень неудачная игра у Снейкинга сегодня. На ровном месте абсолютно умирает. Карапас через тучу. Хорошо сыграл Флай, но... Снейкинг, Снейкинг. Через 2 минуты появится Рошан, и, наверное, сразу же Дигнец туда пойдут. У них преимущество-то большое. Как ни крути. Да, вот сейчас опять они до 7500 его увеличили. 12000. Луна, 10000 Гирокоптер, 8 Алхимик, 8 ДК, 7 Бетрайдер, 7 Вивер. 8 Бетрайдер, 7 Вивер. Ну вот Энчантрас и Рубик гораздо более богатые, нежели Чен и Никс. И скоро уже Даггер будет у Рубика. Что просто замечательно. Луна Манта. Следующим артом, наверное, Луна будет собирать Бабочку, либо Доминатор, какой-то Сатаник. Виталити Бустер у Вивера. Такой плотненький Вивер, 1200 ХП. Правда, урона у него совершенно нету. Да, хороший Вивер с точки зрения живучести, но урона нету. Вот такими Виверами играть, конечно, нужно уметь. И очень-очень неприятно, потому что ты вроде как бы живучий, но от тебя пользы. Ты столько ударов должен сделать, чтобы это было действительно как-то эффективно. Бетрайдер до сих пор с гемом. 5.05 у Юниверса. Фэнтези-поинты 3.05. Идет пока что просто шикарно. Мы, видимо, пошли убивать Вивера. Да. Никуда не уходят Трикси. Еще и ульта теперь у него нет. Просто спокойно забирают. Очень здорово сыграл Юниверс. Вообще без шансов. Казалось бы, зачем ты блинкуешься, когда Вивер от тебя... Ну, ты не можешь его схватить. Ну, сделал идеально. Потому что, когда Вивер уходил в лес, он блинканулся, просто отрезал бы весь проход, загнал в лес, заставил разультиться, а здесь подходил Алхимик. И у Бетрайдера Гем он спокойно подсветил этого Вивера, чтобы в него можно было выкинуть банку. Все очень здорово сделал Юниверс. Не просто так Дигнитос отступают. Они отступают, потому что появился Рошан. Оставляет Луна, правда, иллюзии, там, подпушить Вышку. И, кстати, очень неплохо они подпушивают эту Вышку. Просто посмотрите. Вышка потеряет, ну, ХП 200 еще точно. А тем временем атака в смоках на Рошана. Бетрайдер, есть ли ульта? 17 секунд. Вивера еще нет. Вивер только летит. Это 4 на 5 драк. Алхимик забегает. Получает стан. Аю, БКБ, отличный эклипс. Абсолютно по всем. Сразу минусует двух саппортов. Робик, шикарная игра. Драгон Найт минусует Алхимик. Остается... Остается Драгон Найт и Герокоптер. У Аю качается БКБ. Пытается его убить. Но здесь слишком много урона. Бетрайдер откатывает ульта. Минус. Вивер врывается в драку. Скоро будет телекинез. Нужно поднимать Вивера в воздух. Поднимает его в воздух Фогет. Невероятно полезный суппорт. Еще и гонится за Хани теперь. Фэйтболт. Получает стан. Дыхание. Стан от Луны. Фогет. Живет. Фогет убивает еще одного. Да что творит этот Рубик? Инчатрос забрала фраг в итоге за ДК. Но Фогет невероятно полезный. Сделал даблкил в начале в драке. И еще помог сейчас не умереть в Луне. После чего забрал ДК. Опять тимвайп от Фнатик. С другой стороны. На что они рассчитывали? Заходя вот в чисто поле. Без лесных хрипов. Без хрипов на линии. Под Луну со второй ультой по-моему. Вряд ли это была третья ульта. Скорее всего Аю получил 16. Хотя он уже почти 18. Это могла быть третья ульта. Но если это была действительно третья ульта. То это просто... Провалище. Выходить на Луну. Драться в чистом поле. По третью ульту. Там и крипы Чена умерли. И Чен, и Никс очень-очень быстро. 14.9. 4.19. 14.9. Да, 14.9 было бы очень хорошо для Фнатика. Они бы даже 9.19 согласились сейчас. Но 4.19 и больше 10.000 преимущества. Да еще и Рошана теперь отдают. Без особо каких-то шансов. Но Тейл даже ульт не устал скастовать. Настолько все быстро произошло. Практически по КБ на Снэйкинге. Фогет госкипетр. Фогет скоро сможет купить себе даггер. Травела у нас на бутрайдере. У которого 5.09. И он на хосте опять летит. Ну, спалился на крипах. Надо было аккуратненько влетать. Ну, хотя у него нет файрфлая. Без файрфлая не очень приятно. Использовать ультимейт. Ну что, демонедж у герокоптера. В то время как уже Иглсонг появляется у Луны. И практически бабочка, учитывая наличие Аегиса. Далеко впереди Луна. Ну и нету фортификейшн. Отличный карапас. У Снэйкинга до сих пор нету БКБ. Почему-то Мека. Снэйкинга хилит. Вейтус Секси подбегает к нему вплотную. Чтобы жить. Луна. Отличный ультимейт. Ну, на этот раз немножечко по крипам проходит ульта. И Никс с Ченом выживает. Рикси умирает. Отлично вытаскивает его бутрайдера с помощью банки. Никс умирает с Импетуса. Какие Импетусы от Энчандрос? Алхимик заряжает еще банку. Нужно в кого-то выкидывать. Выкидывает в герокоптер. У герокоптера уже нету БКБ. Банка. Импетус. Телекинез. Еще Импетус. И добивает Энчандрос герокоптера. Попадает Ханни под фокус. Это GG. 23-4. За 32 минуты Дигнетас расправляются с Фнатиками. И это еще 2 очка в копилку американцев. Тем самым у них становится статистика 8-5. Что касается Фнатик. У них также становится 8-5. Кто выигрывает следующую игру. Тот оказывается выше по турнирной таблице. До встречи. Продолжение следует...